Обращения через интернет становятся все более популярными, это и понятно. Написать губернатору можно без лишних бумажек, очередей и каких-либо записей. Достаточно в социальных сетях найти официальный аккаунт Вениамина Кондратьева, написать о своей ситуации и в принципе все, сообщение отправлено. Дальше специалисты оформят все в необходимом формате и через 30 дней заявитель должен получить ответ. Пару кликов в интернете, вопрос мгновенно попадает в базу данных обращений. Отличная альтернатива хождениям по чиновничьим кабинетам. Десятки электронных писем со всего региона приходят каждый день, но находить решение проблем, озвученных в виртуальном пространстве, пока все же приходится в реальной жизни. Вениамин Кондратьев сегодня провел первый прием граждан, обратившихся через социальные сети. Пишут не только из крупных городов. Небольшие поселки и станицы тоже пошли через мировую паутину к главе региона. Галина Логвинова из станицы Варениковской написала Вениамину Кондратьеву о неразберихе с земельными участками. Фермер, у которого 50 коров, никак не может оформить в аренду землю. Как мне объясняют, что нету кадастра, его надо поставить. Мы не имеем права. Полномочия забрали. Край перепутал, поставил на кадастр. Потом перепутал, снял с кадастра. В итоге не земли, а мне надо сеять. В режиме онлайн губернатор дает поручение главе Крымского района разобраться в ситуации, а не загонять в тупик тех, кто занимается сельским хозяйством. Наша с вами обязанность ее поддержать. Поверьте, возьмите ситуацию на личный контроль. И тем более человек, который четко понимает не просто свой личный карман, но и социальную необходимость. На встрече с губернатором люди просят не только решение собственных проблем. В лице Валентины Папандопула к главе региона обращаются все жители поселка Синой. Недалеко от него разворачивается стройка века, моста через Керченский пролив. Ради такого, говорят люди, они готовы переждать временные неудобства. Единственная проблема, которая в прямом смысле под боком – грузовики, оккупировавшие почти все обочины поселка. Вот эти все машины работают ночью, а днем все эти машины становятся в поселке, на обочинах. Возле школы, возле там жилых домов. Дети переходят дорогу, чтобы перейти ребенку, он там не видит. Машина загораживает видимость. Ну и все жители очень возмущаются этому. Ну, неужели нельзя найти стоянку им, чтобы они вот ставили эти машины? Можно найти решение при желании. Сергей Григорьевич, вот на самом деле, почему нельзя сделать отдельный парк, куда бы эти большегрузные машины приезжали днем? Стоянки две есть. Одна на 30 машин и вторая. Одна как въезд в Синую мы подготовили. В пятницу, к концу дня, будут стоять знаки «Остановка запрещена». И мы эту проблему решим именно законом и порядком. Напротив школы и напротив протяжения краевой дороги, я думаю, что в субботе этой проблемы уже не будет. Решение затянувшихся проблем на месте. Именно это заставляет обращаться напрямую к губернатору, не скрывают пришедшие на прием люди. Хотя сам Вениамин Кондратьев уверен, многие вопросы должны и, самое главное, могут решаться на местах. Люди не обязаны искать последнюю инстанцию. Например, как жительница Краснодара Виктория Мазурова. Женщина признается, устала бороться с незаконными пристройками к первому этажу многоквартирного дома. Даже несмотря на решение суда о сносе, непонятные конструкции продолжают портить внешний вид города. На самом деле и дом не должен терять архитектурный облик. И придомовая территория не должна превращаться в территорию, которая обслуживает вот эти самые магазины. Ваше мнение по этому вопросу? Передо мной сейчас есть документы, которые исходят от нашего контрольного управления. И здесь есть действительно нарушения, с которыми мы сегодня занимаемся. У вас же есть принципиальный подход. Вы по центральным улицам Краснодара убрали все эти ларьки. Вы правильно сделали. Они стали чище, лучше. Но вот эти улицы, которые, можно сказать, периферийные, это тоже улицы нашего Краснодара. Также принципиально зачистить от этих всех не лучшего вида павильонов. Это же просто какой-то шифер стоит или какой-то профиль обнесенный, и его даже ларьком не назовешь. Мэр Краснодара тут же пообещал, что лично встретится с Викторией Мазуровой, чтобы досконально разобраться в ситуации. Если честно, я была даже удивлена, что так быстро среагирует на мое письмо, которое я отправила и в соцсетях, и так написала. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.